И Рамзан его очень не любит. Но, видимо, Путин дал ему иммунитет, сказал Кадырову, чтобы его не трогали. Шли очень серьезные процессы по всей, по всему Советскому Союзу. Тот самый парад суверенитетов. И мы, естественно, тоже воспользовались этим, объявили суверенитет. У нас был избранный также парламент. Ну и, в общем, дальше в России произошел переворот. Ельцин расстрелял парламент, Белый дом. По сути, силой взял власть. Почему в Панкисе фамилии у чеченцев Швили? По той же причине, по которой у чеченцев фамилии Наов и Ев. Не могли бы рассказать, как пришел к власти покойный Джохар Мусаевич, что происходило в Гроздом на тот момент? Могу коротко сказать. В ноябре 90-го года был проведен съезд чеченского народа. Инициаторами этого проведения была чеченская общественность, чеченской интеллигенции в лице Зелимхана, например, Индорибиева. Организаторами этого была непосредственная власть советская на тот момент, Верховный Совет Чиа СССР. Значит, они организовали, провели этот съезд, на котором была принята декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. На следующий день, после того, как декларация была принята, Верховный Совет Чиа СССР объявил суверенитет и объявил, что чечено-ингушская автономная советская социалистическая республика меняет формат и становится Чечено-Ингушской республикой. То есть все, больше никакой не автономной, ни в каком не составе. На тот момент шли очень серьезные процессы по всему Советскому Союзу. Тот самый парад суверенитетов. И мы, естественно, тоже воспользовались этим, объявили суверенитет. И это была такая подготовка для того, чтобы подписать новый союзный договор и войти в этот обновленный Советский Союз 2.0, СССР 2.0, уже в качестве полноценной советской социалистической республикой, как Азербайджан, Грузия, Литва, Латвия и так далее. После этого в России идут параллельно свои события. Там Ельцин, который противится этому СССР 2.0. Там Горбачев, который хочет этого. В общем, у них идет там свое противостояние. И, разумеется, в Чечне тоже находятся сторонники и той, и другой темы. В итоге через год, в 1991 году, в России происходит ГКЧП. И это была такая последняя попытка сохранить Советский Союз. Она у них проваливается. Там всех этих ГКЧПшников арестовывают. Ну, естественно, в Чечне тоже происходят такие же события, когда советское руководство, им предлагается сложить полномочия, они противятся, в итоге захватывают. Народ просто врывается в мэрию, захватывают эту мэрию. В общем, они слагают с себя полномочия. Хазбулатов приезжает, Верховный Совет прекращает свою деятельность. Они делают такой переходный орган. У нас проходят выборы в 1991 году, в конце. И Джохар Дудаев становится избранным президентом Чеченской Республики Независимой. И он первый свой указ, он издает указ о государственной независимости, государственном суверенитете. Сам Джохар Дудаев на тот момент, он тоже, конечно, появился из ниоткуда. На том самом съезде Чеченского народа Джохар был приглашен. И он выступал. И так его узнали, Чеченцы узнали о нем. И, естественно, после этого, когда был создан ОКЧН, Джохару предложили возглавить этот ОКЧН. И он был избран руководителем этого органа. И затем именно этот орган и станет, после того, как Верховный Совет распустят, именно этот орган и станет официальной властью. То есть до проведения выборов, по сути, непосредственно власть будет в руках этого органа. Общенациональный конгресс Чеченского народа. Это расшифровывается. А после проведения выборов, там и выборы, и президенты, и парламента были проведены. Все. После этого уже Джохар был избранным президентом Чеченской Республики. У нас был избранный также парламент. Ну и, в общем, дальше в России произошел переворот. Ельцин расстрелял парламент, Белый дом. По сути, силой взял власть. После этого он через год после нас только была принята Конституция Российской Федерации. И в эту Конституцию наглым образом была вписана Чеченская Республика как субъект России. Ну и, в общем, начались, естественно, противостояния, затем война. Ну, в общем, дальше вы уже, наверное, знаете. Тумсов, брат, почему в Панкисе фамилии у чеченцев Швили? По той же причине, по которой в Чечне у чеченцев фамилии на Ов и Ев. Почему у чеченцев фамилии на Ов и Ев? Потому что те, кто жили в Казахстане, фамилии нам начали давать именно, когда мы уже были высланы в Казахстан. Уже поголовно нам начали давать фамилии. И, соответственно, чеченцам на русский лад дали эти фамилии. А те чеченцы, которые жили в грузинской ССР, им на грузинский лад давали фамилии. Поэтому там заканчиваются на Швили. У кого-то, может, на Дзе будет заканчиваться, хотя я не слышал, честно говоря. Точнее, что знаю про Гантемирова? Ну, много чего знаю. Гантемиров изначально был тоже сторонником независимости, был даже мэром Грозного, когда в период нашей независимости. Затем перешел в так называемую оппозицию, полностью стал пророссийским человеком. И под поддержкой России стал пытаться, пытался стать наместником российским тем, кто сейчас является Кадыров. Гантемиров пытался им стать, но у него так и не получилось. В итоге при Ельцине у него это просто не получилось, ему не позволили. При Путине, Путин просто на него не сделал ставку, а сделал на Кадырова. В общем, у человека в итоге, в целом у него иммунитет ему дали. То есть у него же были противостояния с Кадыровым, он очень не любил Кадырова. У него есть публичные высказывания о Кадырове, где он упрекает Кадырову о том, что тот объявлял джихад России. И Рамзан его очень не любит. Но, видимо, Путин дал ему иммунитет, сказал Кадырову, чтобы его не трогали. И Гантемиров теперь уже старый человек, видимо, доживает свою жизнь. Он бывает в республике, даже, по-моему, сейчас живет в республике. У него где-то там ферма в Волгограде, его показывали. Он там что-то типа собирался заниматься сельским хозяйством. Это было еще лет 10, по-моему, назад. Сейчас данный момент, честно говоря, где он находится, не знаю. Но, в целом, у него, я думаю, все относительно неплохо, но и, конечно же, не так хорошо, как бы ему хотелось. Субтитры создавал DimaTorzok